В кабинете руководителя межрайонного следственного отдела Александра Логинова больше 10 школьных рюкзаков. И вовсе не вещественные доказательства, как это обычно бывает у следователей. Наоборот, все новенькие, каждый от чистого сердца подарит детям, воспитанникам Путятинской школы-интерната. Ведь процессуальная деятельность следователя, как говорит Александр Логинов, это не только расследование преступлений и проверки. Органы следственного комитета, в частности, Рязанский межрайонный следственный отдел, часто участвуют в жизни шлетних на обслуженном территории. То есть мы навещаем детей-сирот. На нашем территории расположена Рыбновская школа-интернат, подшефная, так скажем нам. То есть на все праздники детские и на все мероприятия, которые происходят там, практически мы на всех мероприятиях присутствуем. Профилактика – это в том числе беседы по душам в школах и вузах. В марте были в детском лагере, где разместились беженцы. Детям подарили разные школьные принадлежности. Сюрпризом обрадовались. Следственного комитета на сегодняшний день решает задачи, связанные с обеспечением жильем детей-сирот. Играет очень большую профилактическую роль в жизни детей. В частности, мы часто выходим в школы, проводим профилактические беседы. Александр Лугинов добавил, что сейчас роль Следственного комитета воспитания детей велика. Одни только беседы с несовершеннолетними, как бы это ни звучало, многого стоят. Во всей Рязанской области четверть от общего числа преступлений совершают дети или совершают в отношении детей. Каждое такое становится резонансным. Одно из запомнившихся произошло в ноябре 2020 года. Житель Лизанского района, управляя автомобилем «Газель», двигался в темное время суток уже по автодороге, ведущей к селу Болошнево. В попутном направлении двигался несовершеннолетний ребенок на велосипеде. Он, больше мы уверены в этом, не заметил этого ребенка и совершил на него наезд. Однако, что ему управляло, неизвестно, но вместо того, чтобы попытаться оказать ребенку помощь, посмотреть, что с ним случилось, вызвать скорую помощь, опять же, он взял его за ноги и стащил в кувейт. Мужчина заметал следы, как мог. Свою «Газель» сначала отремонтировал, а потом продал в местечке за полторы тысячи километров отсюда. Задача у следователей была непростая – доказать виновность человека, когда нет ни следов, ни орудия преступления. Грамотно спланирована работа следователей Рязанского МСО, следователей криминалистов управления, а также органов внутренних дел позволили привлечь его к уголовной ответственности. Доказательная база – порядка восьми следственных экспериментов, при которых полностью воспроизвели всю обстановку случившегося. Под весом доводов мужчина раскаялся. Ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы. С такой скрупулезной работой по, казалось бы, гиблому делу можно понять и кредо комитета. Раскрыть во что бы то ни стало. А уж тем более, если преступления против детей. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.